всем большой привет и тело на связи играем секретные материалы 2 м сделая перерыв небольшой и сейчас у меня мне кажется будут некоторые проблемы все давайте все смотрим вот конкретного вот в этом местечке а потом уже пойдем на выход знаете сначала алтарь сделан из цельной глыбы думаю поэтому он так неплохо сохранился за эти сотни лет так тут синий камень камень шатается легкий рывок оу 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 вот это внезапно вообще я не помню такого момента ну допустим мама всегда говорила дорогая никогда не играй в старых домах она была права что это за место синий камень с изображением белого клава короля ой тут будут проблемы мне кажется надо же некоторые буквы можно поворачивать совершенно без понятия чего я добьюсь обращая эти буквы так что играть с ними пока бессмысленно кстати да соглашусь ой нам а раньше нечаясь минуточку у меня идея план проверенный тысячелетий изысканный и отточенный просто идеальная схема спасения да уж это точно помогите вытащите меня отсюда здрасте я здесь внизу помогите как же вы там очутили какая разница пол просто рухнул подо мной если вы не против давайте продолжим разговор на поверхности можете меня как-нибудь вытащить минутку есть идея а большое спасибо вы наверное вы наверное мне жизнь спасли не стоит благодарности рад помочь я очень интересуюсь старой часовней и хотела бы посмотреть ее но от здания мало что осталось да его разбомбили во время второй мировой но может я смогу помочь вы а я если не чем заняться нужно как-то себя развлекать мое развлечение история да замечательно в таком случае может быть вы сможете мне рассказать о кардинале кубертене это ведь он построил эту часовню да он самый про него мало что известно все записи остались в его архивах а где эти архивы кто знает после его смерти тут все обыскали но до сих пор ничего не нашли никто даже не знает где его похоронили я только знаю что у него был куратор который вел дела после смерти кардинала в 1663 году сам куратор умер десять лет спустя труп обнаружили в его убогом подвальном жилище к тому моменту он был мертв уже неделю должно быть он похоронен где-то на кладбище но я не знаю где именно даже имени его не знаю кажется мишель или что-то вроде того но это уже кое-что все таки лучше чем ничего что-нибудь еще вроде все его практически никто не знал кардинал познакомился с ним во время путешествия куратор был не местным а еще он редко выходил из дома а когда появлялся в городе всегда прятал лицо из-за этого ходил много слухов у кардинала он служил почти 40 лет хорошо я еще осмотрюсь еще раз спасибо за спасение и за краткую лекцию по истории рад помочь я еще буду здесь какое-то время так что если возникнут вопросы часовня поставила меня в тупик нужно больше информации возможно сначала стоит найти могилу куратора я прям даже помню момент кладбище а в париж не надо я плохо знаю город так что стоит осмотреть это место получше прежде чем бродить на обум по всему парижу ну та имеет смысл такую модель называли утка кря кря компостная куча идем да да и снова я роюсь в грязи свечка палка больше ничего хорошо но в проход нам нет смысла идти давайте тогда так так давайте просто я помню одну загвосточку с всем товарищем крупица надежды париж следы ведущих куратору кардинала кубертена могут сыграть решающую роль в поисках секретных архивов пока известно только что его имя похоже на мишель и что он служил кардинала почти 40 лет после смерти кардинала в 1663 году куратор вверх вел его дела вплоть до своей кончины в его богом подвальном жилище это произошло спустя десять лет кардинал познакомился с мишелем во время путешествия куратор редко появлялся в свете и всегда тщательно скрывал лицо что вызывало многое пересудов и подозрений пришлось пересогрузиться то как то странно все выглядит я не знаю увидите ли вы это после вот обработки да но там были кое какие такие знаете замедленные вот эти движения когда знаете проседает короче говоря узнать дома ну что же поищем давайте тогда куратора информацию мне немного но все таки он был близок кардиналу кубертену может быть стоит оттолкнуться от этого да у нас тут будут раз здесь развилка майк 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 могилы 1650 мог могилы 1660 могилы 1670 годов сушки давайте процент 670 и потому что он же умер после десять лет спустя после смерти кардинала поэтому в семьдесят после ну вот этот кардинал умер шестьдесят третьем а это значит получается в семьдесят третьем поищем здесь так что давайте сюда кажется могила здесь отсортированные по социальному признаку бедные на одной стороне богатые на другой куда идти бедняки так посмотрим что он на этой тропе ничего себе как все организовано они даже отделили умерших молодыми от умерших в старости но он служил 40 лет то есть ему было как минимум 40 лет плюс еще десять лет до его смерти 50 лет но и до этого я думаю что он ну как минимум ему было 20 так что да пожилые теперь пойдем сюда а здесь другая выборка но кажется последние теперь разделение идет на женщин мужчин и семьи бюрократия не вчера придумали это точно в общем ребят фишка в том что если я сейчас пойду к мужчинам она ничего не найдет поэтому давайте сразу идем к женщинам интересно куда ведет этот путь это точно здесь куратор кардинала вряд ли мог быть женщиной или мог вернее могла кто знает ничего еще такая огромная куратор на самом деле был женщиной понятно почему она не выходила в свет и прятала лицо если бы об этом узнали полагаю когда ее хоронили это выяснилось но дело замяли наверное поэтому ее могила оказалась забытой надеюсь я найду какую-нибудь зацепку и наконец продвинусь но для того времени она прилично так пожила сушьте видите вот еще такие буковки которые мы тоже пытались вертеть в той в том подвале грубо говоря да м мы с этим мужиком поговорить еще раз чисто на скидку я уж не знаю если вдруг вспомните что нибудь интересные про архивы куратора я сообщу не волнуйтесь спасибо давайте тогда а здесь больше ничего нет походу нет так скамья она прочно стоит не буду ее трогать в конце концов не хочу же я провести здесь остаток жизни то просто осматриваем щель я даже пальцы не могу туда просунуть и как девушка может открыть тяжеленная каменная дверь голыми руками замурованный вход пока я расчищу этот проход успеешь остариться что давайте еще раз дневничок может я думаю что она записала так шифр некоторые буквы эмблемы можно передвинуть скорее всего это не случайность возможно между этими буквами искривленными буквами на могиле куратора есть какая то связь связь то есть только какая некоторые буквы можно поворачивать с тем какие вот и с с там там я помню вот с какая такая была тип такой как переводится это процент что за там чего то я не буду даже пытаться атак это ересь получится явно некоторые буквы с с тема так чтите с бегом обратно к могиле потому что с тем ой дыра да обратно то что я не помню забыла какие конкретно кардинала кубертена и возможно его любовницы здесь должна быть какая то подсказка знать бы только какая вот с так таком положение да а скажем так горизонтальном ф таком о боже мне нужно наверное это зарисовать как то то что не знаю на всякий случай ну то есть все это сделать маленькие панельные не забыть а то я тоже подумал что я все запомнила и нифига и но по сути все это то есть буквально три буковки ну давайте попробуем хотя я не знаю там было несколько с несколько ну одна а и ну давай сейчас посмотрим еще раз допустим но и если с вот все поменяют да вот как на надгробе это сделано а допустим будет сюда и f да я настоящий гений то есть получается что я просто повернула все буквы том же направлении в каком они повернуты на надгробе и все интересно ну хорошо кажется есть другая комната в скале на дальней стороне пропасти благодаря своему знаменитому этому этому оптимизму я надеюсь что это тот самый секретный архив надо только не перебраться но учитывая все эти меры предосторожности есть все шансы что архив за этой стеной хорошо давайте посмотрим сюда да ой ой ну да нам тут не хватает понятно понятно идти на карту глянем кажется эта карта стата старых французских земель в легенде говорится король находился в трудном положении он удалился в прованс а ситуация усугублялась на севере восстали крестьяне а подкрепление из королевства навара пересекшие границу натолкнулась на сопротивление сильной крепости на востоке в это время его враг увлеченно наблюдал за ходом сходом событий из своего поместья в британии м м м допустим синий камень с изображением белого короля м так это все я так понимаю правильно же ну то есть пока мы ничего там не можем сделать я плохо знаю так давайте еще раз с ним что я не знаю я не понимаю если вдруг вспомните что я м у нас же больше ничего нет здесь же ничего нет правильно тут просто даты и все здесь еще что то господи что самая известная достопримечательность мире напоминание о том что некоторые счастливчики на самом деле путешествует просто ради удовольствия правда правда ну красиво сделано ничего не скажешь таком тумане легком красиво ой от старой часовни почти ничего не осталось такую модель называли утка кря кря грязные и в лохмотьях но он выглядит симпатично есть в нем что то знакомое сейчас может быть вряд ли а то мне знаете сразу приходит в голову черное зеркало в одном из частей там все одно из частей м тоже как то там открывали да 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 точно точно вспомнила но если вы играли и смотрели то вы тоже я думаю что вспомните чем это закончилось м м здесь тоже в принципе ничего то есть единственный вариант это вот сюда а как у нас же нет или нам нужно поставить этот кубик вот что это такое ну вот точнее я понимаю что это цифры но а что с ними делать а а о господи черт м а кто нибудь знает м м м м цех сейчас чушь такое там надежда в руинах париж поместье кардинала кубертена не удалось найти сведения на которые они так надеялись от поместья остались только руины фундамента пока викарий ищет в старых парижских архивов планы зданий не отчаянно пытается выяснить местонахождение тайного архива кардинала но вот это мы все уже с знаем да походу блин опять загадка эта страна кажется это карта старых французских земель в легенде говорится король находился в трудном положении он удалился в прованс а ситуация усугублялась на севере восстали крестьяне а подкрепление из королевства навара пересекшие границу натолкнулась на сопротивление сильной крепости на востоке в это время его враг увлеченно наблюдал за ходом событий из своего поместья в британии кошечки это так м ну вот по четыре вот эти вот ведь от земли до их провинции и это нам нужно х х х где он там прованс В легенде говорится, король находился в трудном положении. Он удалился в Прованс, а ситуация... Прованс вот здесь, внизу. На севере восстали крестьяне, а подкрепление из королевства Навара, пересёкшее границу, натолкнулось на сопротивление сильной крепости на востоке. В это время его враг увлечённо наблюдал за ходом событий из своего поместья в Британию. Что мне нужно сделать? Вот, допустим, я... А, хорошо. Что ж, я-то не могла мне об этом сразу сказать? Я не могу туда попасть, но учитывая... Ну, это всё, собственно, правильно же. М... Пожечки, а что, что ещё-то? М... Неважно. Мне нужно, что... Пожечки. Вот палка, вот что мне с ним делать? Простите, я не понимаю. Ну, свеча... Но мы даже поджечь ничем. Она прочно стоит. Не будет. Навестись ещё по-нормальному. Да, этих кубиков не хватает. Тут точно. Если вдруг вспомнить... Это же может быть ему... Это же может быть ему его про кубик спросить, нет? Нет. Не знаю. Палку надо. М... Что дать... Тоже почитать, нет? С... Чего делать непонятно. М... м понять что от меня хотят и не получается ты же уже все осмотрела в чем проблема щи не понимаю но тут это не сработает ну как сказать мы все посмотрели уже правильный шаг чего еще надо песни то здесь только так что она с ним делать я не понимаю так и сделан из цельной глыбы так это еще говорила но сестра никакой подсказки не понимаю ва аптече потому что там палка что есть расковыряют кошмар кошмар вообще еще раз может быть посмотрим может быть опять что то внизу экрана там нет получилось я уж не знаю но я не вижу опять опять что то такое есть здесь что я и вообще не вижу но у нас есть палка и деревьев мне есть то есть делать надо нет мне кажется что нет вряд ли нам нужно собрать остальные кубики синий камень с изображением белого короля м очевидно в мазайке все еще не хватает камней но в парижстве но в парише не хочет в город я имею ввиду ходить а зачем тогда мы здесь в пещере ну то есть да мы прошли хорошо но дальше то чего растичь наверное когда то здесь было понятно в те дни не обязательно было проваливаться сквозь потолок чтобы попасть сюда то есть в принципе вот с тем замурованным входом ничего нельзя сделать правильно же ничего извините но я уже все обтыкала думаю я даю он не хочет брать если может еще что то нет больше ничего вот чего вот чего мне делать а не понимаю странно странно я знаю и он как то сам нам все это рассказывает то есть не то что мы должны что то ему там принести или не вы понимаете да спрашивать нечего кстати здесь вершин пещеры то есть это как то не получается дальше продвинуться не понимаю что от меня хотят а в любом случае да дальше продолжим наверное мне придется подсмотреть хотя очень хочется делать но что а что еще какие варианты у нас есть никаких процент но либо этот будущий бегать не знаю сколько и пытаться понять что от меня хотят да вам не говорю большое спасибо за просмотр надеюсь вам нравится мы с вами встретимся уже в следующих сериях и до скорого